Проявления различных видов кожной аллергии у детей, их первые симптомы, не менее актуальны в наши дни пищевая аллергия или просто тест на аллергию. Обо всем этом можно узнать и получить квалифицированную консультацию раз в месяц у детского аллерголога Кристины Амосовой в Венсповской поликлинике. Сейчас, летом, специалисты сталкиваются с такими проявлениями аллергии, как зуд и сыпь, вызванные укусами насекомых. Помимо этого, все так же актуально остается проблема у людей, как аллергия на пыльцу. Если мы говорим об аллергии на укусы насекомых, то первые симптомы – это зуд. Появляется сыпь и может появиться небольшая припухлость и боль там, куда насекомое укусило или ужалило. Было бы также хорошо, чтобы люди, отправляясь отдыхать на природу, заранее подумали об этом и подобрали для себя подходящие репелленты. Это вещества, которые защищают от укусов различных насекомых и использовали бы их для профилактики. Если ребенка укусила или ужалила насекомое, в этом случае специалисты рекомендуют нанести на это место спрей против зуда. Если зуд очень сильный, рекомендуется использовать антигистаминные препараты, которые можно приобрести в аптеках без рецепта. Если же ребенок расчесал укус до появления крови, то можно использовать цинковую пасту или мазь для предотвращения проникновения бактерий. Летом даже вода, в которой купаются люди, может стать источником аллергии. В любом месте, где есть вода, оседает большое количество пыльцы и у нее большая концентрация. Во время купания она скапливается на коже у ребенка, могут появиться язвочки на теле. И это из-за того, что у ребенка аллергия на пыльцу, которая выражается аллергическими симптомами носа и глаз. Но в данном случае это может проявиться как при пухлости и язвочки на коже и зудящая сыпь. В этом случае, чтобы защитить ребенка от обострения симптомов аллергии, специалист рекомендует сразу после купания ополоснуть ребенка или протереть его полотенцем. Летом еще одной причиной появления у детей аллергии является солнце. Здесь все довольно просто. Чтобы избежать обострения, нужно использовать самые разные защитные средства, а также не рекомендуется оставаться на солнце в так называемые часы пик с 10 часов утра до 4 часов дня. Но с чего же начать? Когда стоит обращаться за помощью к аллергологу? Я со своей стороны советую вначале обратиться к своему семейному врачу, чтобы он оценил степень тяжести, действительно ли необходимо скорейшее медицинское вмешательство или нет. Так что в любом случае семейный врач будет тем, кто первый даст вам все необходимые рекомендации. Только проконсультировавшись у врача-специалиста, можно получить желаемый результат и избежать неприятных моментов в жизни. Особенно в такое теплое лето, как в этом году, когда мы с удовольствием проводим все свое свободное время на природе. Субтитры создавал DimaTorzok